Здравствуйте! Сегодня на уроке мы проведем лабораторную работу на тему исследования наличия углеводов, белков и жиров в продуктах питания. Сегодня на уроке вы научитесь доказывать наличие углеводов, белков и жиров в продуктах питания. Диета здорового человека должна включать белки, жиры, углеводы. Главное условие сохранения здоровья человека – это правильное питание. Ценность еды должна быть в центре внимания. Эффективное питание способствует хорошему здоровью, нормальному росту и развитию организма. Повышает работоспособность и укрепляет сопротивляемость организма к различным неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Необходимо придерживаться правил правильного питания. Пища должна подаваться к столу. Если не обращать внимание на еду, человек не будет знать, что сыт и может переесть. Жуйте пищу медленно, тщательно пережевывайте и соблюдайте здоровую диету. Рекомендуется принимать пищу часто и небольшими порциями пять раз в день. Это завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин. Завтрак следует есть осторожно. Если человек не ест в течение 10-12 часов, сахар в организме снижается. С давних пор люди придавали огромное значение питанию как средству сохранения здоровья. Один из основателей гигиены питания – известный арабский врач Авиценна Ибн Сина, 980-1037 год рождения. Первым разработал правила рационального питания. Его рекомендации относительно разнообразия пищи и умеренного ее потребления актуальны и по сей день. В переводе с латинского языка термин «рацион» означает суточную порцию пищи, а слово «рациональный» – разумный, целесообразный. Питание считается рациональным, если оно восполняет энергетические затраты организма и обеспечивает его потребность в пластических веществах, а также содержит все необходимые для жизнедеятельности витамины, макро-, микро- и ультрамикроэлементы, пищевые волокна. Недостаток аминокислот, витаминов, минеральных солей в отдельных продуктах компенсируется употреблением в пищу разнообразных продуктов. Детям и подросткам противопоказано голодание и неполноценное питание. Оно приводит к уменьшению мышечной массы, в том числе мышц сердца, задерживает рост и развитие, снижается физическая и умственная работоспособность человека. Вследствие снижения иммунитета увеличивается частота инфекционных заболеваний. Избыточность питания, повышение в рационе жиров, особенно животных, вызывают ожирение. При нем поражаются практически все физиологические системы организма, но чаще и раньше сердечно-сосудистая. Атеросклероз, артериальная гипертензия и другие. Заболеваемость среди тучных людей на 75% выше, чем у худощавых. Смертность от разных причин у первых также больше, особенно в возрасте 40-45 лет. Некоторая худощавость в среднем и пожилом возрасте благоприятствует долголетию и жизнеспособности. Основные условия правильного питания. Используйте только свежие и натуральные продукты. Исключите рафинированные продукты. Овощи и фрукты необходимо употреблять каждый день. Налегайте на белковую пищу. Используйте разнообразные растительные масла. Исключите быстрые углеводы. Аккуратней с солью. Пейте воду. Приготавливайте пищу правильно. Ведь при правильной готовке большинство витаминов и питательных веществ сохраняется в продуктах питания. Пища это источник энергии, которую организм расходует не только во время упражнений, но и в состоянии покоя. Прием пищи позволяет нам обновлять наши клетки и ткани. Правильное питание необходимо для профилактики сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных заболеваний, сахарного диабета, остеопороза, онкологии, противодействия к окружающей среде, повышение работоспособности организма, ведение активной жизни. В настоящее время многие люди ходят на работу в школу, не завтракая. Однако, как утверждают врачи, завтрак повышает бодрость и работоспособность человека, помогает нормализовать настроение. Так что к завтраку необходимо привыкнуть. Если в семье все встают рано, совместное приготовление завтрака и хорошее настроение определенно укрепляют взаимоотношения в семье. А теперь переходим к практической части. Выполним лабораторную работу. Нам понадобится йод, перекись водорода, бумажные салфетки, чашка Петри, мясо, картофель, грецкие орехи. Лабораторная работа будет состоять из трех заданий, в ходе которой вы выполните опыты. Этим самым вы докажете наличие белков, жиров и углеводов в продуктах питания. Не забывайте соблюдать правила техники безопасности при выполнении лабораторной работы. Задание первое. Берем картофель, разрезаем его пополам. На одну сторону капаем одну капельку йода. Что вы заметили? Правильный ответ. Раствор йода вступил в реакцию с крахмалом. Появился темный цвет. Мы видим, что картофель стал синим. Таким образом, если цвет меняется, это говорит о наличии углеводов в продукте. Задание второе. В чашку Петри кладем кусочек мяса. Сверху поливаем перекисью водорода. Что вы наблюдаете? Правильный ответ. Когда перекись водорода вступает в реакцию с белком, во время эксперимента на поверхности мяса образуются пузырьки. Это доказывает наличие белка. Сам по себе белок в организме человека не образуется. Его принимают только с пищей. Задание третье. Берем грецкий орех. Разрезаем его пополам. Одну часть кладем на бумажную салфетку и раздавливаем. Одну часть кладем на бумажную салфетку. Что вы заметили? Ответ. Когда мы положили орех на бумажную салфетку и раздавили, то мы увидели масляные пятна. Таким образом мы обнаружили масло в составе грецкого ореха. Выводы лабораторной работы. В ходе выполнения лабораторной работы вы научились доказывать наличие углеводов, белков и жиров в продуктах питания. Подведем итог урока. Наверняка вы не раз слышали выражение «Мы – это то, что мы едим». Выбор продуктов напрямую влияет на наше здоровье. Еда является источником стройматериалов для наших клеток, тканей и органов. Она обеспечивает жизнедеятельность организма, дает нам энергию и даже влияет на наше настроение. Именно поэтому правильное питание является одним из важнейших условий здорового образа жизни. Урок окончен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова